это видео посвящает этим шакалам которые в комментариях напишут чеченцы нам не братья дагестанцы нам не братья эти нам не братья и собляки чё вообще можете знать кто брать учу вообще можете знать между узбеками и чеченцами я что-то вижу братья много комментариев которые унижают узбеков я не позволю этого никогда если братья какие-то конфликты поговорить давайте миром поговорить ассаламу алейкум уважаемый рамзан ахматович и братья мусульмане братья по вере наши братья чеченцы я хамду лилля узбек я три года жил в грозном как говорится песком вы знаете что еще добавить вы свои силы и дух оставляйте при себе она еще понадобится сейчас не время одно и то же лицо все мусульманы а ассаламу алейкум таджик киргиз и узбек акалар укалар ази ваттандаши лар у шпу видеоролик динамо учу мунахаде башля епман копчелик тхабар бар копчелик дин хабар йоха бир неча кунда мбера москва да урош гетте ябты яния таджик киргиз и узбек акалармиду брлашеб чечен лар блан урошебта ази ваттандаши ларбу уршник сабабы motivates в динамиз 것이 решать дине сучу канан бузахахама падишката дамабо csлагба difference субар аргадами как будто Мы любим мусульмансы, мы довольны и рады. У меня все равно поделайте, мы cứ не будем поделать им. Мы не смотрим, мы взяли, но мы овец пошли. При этом мы будем освободить. Пока этот день... он хочет пропитать изразы, они не пропитали его, и они не пропитали его. Узбеков и чеченцев. Я вижу много комментариев, которые унижают узбеков. Я, аль-хамдул-илля, узбек, и я не позволю этого никогда. Если, братья, какие-то конфликты поговорить, давайте с миром поговорить. Если не с миром, узбеки тоже не подарок. Это все знают. Наши потомки не дали такого повода, чтобы наши сегодня унижали узбеков. Братья, давайте мирно жить. Не будем конфликта до такой степени подняться, что мы тоже не стояли и видеообращение не делали. И пойти на разбор и общаться с вами. Просто этого не хотим, потому что мы все мусульмане. Не то, что мы боимся или что-то. Мы не боимся, кроме Аллаха. Если братьями, давайте с миром общаться. Давайте где-нибудь встретиться или просто общаться. Зачем видеообращение делать? Или кто-то там позволил допущение, что ли? А это видео посвящает этим шакалам, которые в комментариях уже пишут. Чеченцы нам не братья, дагестанцы нам не братья, эти нам не братья. Эс-сопляки. Че вы вообще можете знать, кто брат, кто нет? Вы че вообще можете знать? У жопу мыть, мыть, мыть постолков посрали. Чеченцы, дагестанцы, ингуши, все мусульмане, вся умма, каждый мусульманин, каждому мусульманину брат, запомните это. И не вам решать, вам шакалам это решать. Каждому мусульманину брат, иншаллах, мы вас настигнем, этих шакалов, вот таких вот, которые пишут в комментариях, вот это. Иншаллах, мы вас настигнем, мы утопим в ваших же сердцах, которые вы продали этому шайтану, запомните это. Ассаламу алейкум, уважаемый Рамзан Ахматович и братья-мусульмане, братья по вере, наши братья-чеченцы. Я, альхамдулилля, узбек. Я три года жил в Грозном. Как говорится, пешком прошелся по всем улицам. Я знаю, кто такие чеченцы. Я знаю, какие вы гостеприимные, какие вы дружные. Я знаю очень много, я знаю вашу историю. Много читал, потому что жил там, находясь в Грозном. Ну, чему у вас хорошему, научился в Грозном. Но сейчас мое обращение к вам чисто как мусульманина, чисто как брата по вере. Меня сейчас очень волнует тот случай, который произошел в Москве. Эти массовые драки, которые ни к чему хорошему в итоге в любом случае не приведут. Потому что хотим мы этого, не хотим мы мусульмане, мы братья. Если мы, мусульмане, сами между собой начнем махать руками, избивать друг друга, убивать друг друга, я думаю, что это будет позор для всего ислама. Для всех, кто придерживается религии ислам. Мы всегда говорим, что ислам это самая мирная религия, которая несет с собой мир, дружбу, тепло, милосердие и так далее. А сами, что мы показываем, какой мы пример даем будущему поколению мусульман, ребятам, которые подрастают. Что мы им показываем? Я не был в Москве в том случае, в этой драке. Я не знаю, из-за чего это произошло. По некоторым слухам говорят, что небольшая толпа узбеков пришли и избили несколько кавказцев. Это так, как я слышал. Я не знаю, это правда или неправда, но такую информацию я получил. Ладно, я не считаю, что из-за нескольких человек должны страдать остальные носители этой нации. То есть, если там было, скажем так, 20 человек узбеков, из-за них не должна страдать вся остальная нация. Потому что там многие люди приехали в Россию работать. Понимаете? Они приехали не из-за того, что там прям хочется жить в Москве. Нет. Из-за того, что не хватает средств, чтобы накормить свою семью в Узбекистане. И по этой причине они все находятся там. Вы поверите, может, моим словам или нет, даже один мужчина в семье, который находился, который кормил всю семью, приехал тоже в Россию и находится там, чтобы прокормить свою семью. Представьте, что, не дай бог, с этим человеком что-то случится, и вся семья останется без кормильцев. Поэтому, братья, братья теченцы, уважаемый Рамзан Ахматович, я вас очень прошу, возьмите эту проблему в свои руки. Потому что иначе это может все плачевно закончиться. Так как узбеки очень мирный народ, мы никогда первыми никуда не лезем, никогда первыми узбеки никуда не лезут махать руками. Понимаете? Но если узбеки спокойные, не дерутся, это не говорит о том, что узбеки трусы. Нет, узбеки не трусы. Просто Аллах, когда раздавал сабр терпения, Узбекистан, по-моему, получил самое большое количество этого сабра терпения. Мы всегда все смотрим спокойно, смотрим на это все мирно. Мы всегда стараемся это все решить мирным, дружным способом. Потому что вы сами знаете, вот сколько узбеков приезжают в Чечню строить мечети. Сколько наших алимов к вам приезжало и приезжают делиться знанием. Разве это плохие люди? Разве узбеки это плохая нация? Разве узбеки могут без причины кому-то причинить боль или, не знаю, просто прийти и просто так кого-то избить? Наверняка была какая-то причина, это же не просто так все началось. Я бы очень хотел, чтобы Рамзан Ахматович, вы лично сами взяли это под контроль и решили эту проблему, чтобы это не продолжалось. Так как, если реально это будет продолжаться, мне кажется, что это ни к чему хорошему не приведет. Во-первых, наши дружеские отношения между Чечнёй и Узбекистаном могут испортиться, а это же ни к чему хорошему не приведет. Мы же все исповедуем ислам, мы все мусульмане. Где слыхано, чтобы братья-мусульмане друг другу там били морду, убивали друг друга, стреляли друг в друга. Мы-то живем уже в современном 21 веке, когда все решается не то, что по разговору, можно даже по телефону все разговоры решить и остаться с друзьями. Я считаю, что нужно найти тех людей, кто виновен. И с этой, и с той стороны. И если сможете это сделать, Рамзан Ахматович, было бы очень правильно. Спасибо. Спасибо.